Микс Ньюс. Эвер Лэмбекс у нас в студии. Добрый вечер, как мы уже анонсировали. Мэр Венспилса. Добрый вечер. Добрый вечер. Да, вот давно вы у нас не были. Много событий произошло и в вашем родном городе Венспилсе. Об этом мы тоже обязательно поговорим. Но, наверное, буквально несколько слов не могу у вас не спросить и о таких делах больших, о большой политике. Вот сейчас, в данную минуту, президент встречается со всеми фракциями, избранные всем. Ну, у вас очень большой политический опыт. Что вообще вы ждете и как вы оцениваете эту ситуацию? Поскольку вот так называемые новые силы, ну, они неплохо стартовали. И КПВ, и ЛВ, и новая консервативная партия получила по 16 мандатов. И математически, если взять еще другие партии, даже условно правые, как себя многие называют, насколько они правые, это можно всегда спорить, но математически создать правительство вроде бы и одна комбинация, и такая, и такая, как минимум три. Да, нет никакого труда. И, тем не менее, вот мы уже наблюдаем, выборы были 6 октября, вот уже скоро и два месяца пройдет, и ничего. Вот как вы это объясняете? Ну, я скажу, что, конечно, там все зависит от личностей. А те личности, которые сейчас возглавляют, по крайней мере, две фракции в ЦАИМе, и, соответственно, соответствующие партии, которые возглавляют, это новые необольшевики, коммунисты, так называемая консервативная партия и партия Кайминча. То есть, в принципе, это больше на коммунистов смахивают, да? Ну, эти новые консервативные, новые коммунисты, это точно коммунисты, да, потому что у них только не хватает Маузер и Наган, да, и все эти подходы именно такие, что все вопросы будут решаться по революционной сознанию, да, а революционное самосознание, значит, если ты в шубе, значит, ты буржуа, если ты буржуа, то ты подлежишь расстрелу, просто и все, дело концом, да. Ну, это с одной стороны. Крайне радикальная программа, вот утопическая, у Борданцев была, которая шел, ну, она почти 2,5 миллиарда, если с учетом компенсации самоправления, неполудополученные доходы, это можно выполнить, ну, в течение, может быть, помаленечку, через 5 лет, да, это и при хорошем состоянии государственного бюджета. Они, видимо, не понимают, да, что вот они предлагают, что это, кто-то должен за это все оплатить. Они вообще понимают связь между государственным бюджетом и вот своим? Нет, они, я так все-таки делаю вывод, что они не, они просто написали то, что хорошо звучит на ухо избирателя. Ну, например, там, вот 150 тысяч пенсионеров, разные погибли по старости, по инвалидности, всем будет минимум 200 евро пенсии, а у 150 меньше, чем 200. Да. Ну, они же за. Конечно. Ну, логично. Да. Правда, там нужно полмиллиарда для этого, да. А в бюджете есть только дырка. И никакой дефицит поулечивать, чтобы платить больше пенсии невозможно, потому что Латвия вступила в еврозону, и там международные... Учетные критерии, да. Учетные критерии, их нарушать Латвия не может, иначе будут экономические санкции. Вот как сейчас вопрос по Италии, да. Вот. И вот все это абсолютно утопички, но они надули избирателя. Надули избирателя. Просто обманули. Просто обманули, да. Вот. И я думаю, они шли на то, что им кто-то помешает, якобы, свою красивую программу «Притворить жизнь», и эти кто-то будут плохие, старые или новые, но другие политические силы. Да, Болдер же кричал, что все олигархи экономической группировки ему помешали. Да. Ну, он назвал мою фамилию, конечно. Без моей фамилии ему никак не обойтись. То есть, вы все-таки помешали ему. Да, да. Последнее было, что Лэнбергс помешал. А если бы не Лэнбергс, то все было бы в порядке. Я думаю, вот если бы я, ну, когда-то помру, конечно, и ладно или поздно, если бы вдруг меня не было, как бы вот могли бы все оправдать все эти, все это, то, что не сделано, или плохо сделано, или неумело сделано, или не получается у кого-то в Латвии, да, там, если... Но я даже не представляю. Это был большой, большой бы вакуум. А теперь можно на кого-то свалить. Да, сейчас можно свалить, вот Борденс первый, который свалил. Я думаю, если у кого-то тоже еще не получится, опять я буду там в этом виноват. Ну, вот я смотрю, вот, допустим, вот инвестора, вот на место инвесторов. И местные, и особенно иностранные инвесторы. Вот если они там углубятся, они прочитают эту программу, где сказано, вот, декларация Борденса, да, значит, порты от самоуправлений отобрать, перенять государству. Да, потом, что там, школы забрать, больницы забрать, все в детских садах забрать. Ну, во-первых, у нас что? И все государственные предприятия и предприятия самоуправления приватизировать. А, на бирже, вот, ну, фактически это приватизация. Нет, это приватизация, но биржа, не биржа, не важно. Это приватизация, сплошная, абсолютная, включая всю государственную инфраструктуру. И в порту, включая судоходный канал, что кому-то частно будет принадлежать, да? Ну, это же ужас какой-то. Ну, это же ужас какой-то. Вы хотите проехать, вам надо платить за это дело, да, и частному лицу. Неплохо, да? Мы даже можем догадаться, какие это будут частные лица. Ну, спонсоры, конечно, боженцы, да, они там, там, да. За ними стоит довольно, ну, там, 3-4 большие, большие олигархи, финансовая олигархия. И центрально за ними, за бордом стоит один банк, у которого есть большие экономические интересы, но это не АБЛВ, это не АБЛВ, и это не скандинавы. Понятно. Не так много вариантов остается. Оно это остается, я в следующий раз скажу. А как же он говорит, что он совершенно независимый, и не от каких спонсоров, а все остальные как раз олигархи? Ну, если бы он был бы независимым, он бы не начертал бы красные линии у него самого, и они мешают. Понимаете? Он сделал ситуации, чтобы он не мог... Сам себя загнал в угол. Потому что у него была команда от спонсоров, там, например, Союз Зеленых Крестьян ни в коем случае не брать. Ни при каких вообще разговоров нет. Почему? Потому что это конкретные экономические интересы. Ну, в данном случае с правительством Союза Зеленых Крестьян не получилось то, что они хотели приватизировать. И потому надо отомстить за вот такое, что не послушались финансовую олигархию конкретного банка, который действует в Латвии и за Ребежом. Вот я так понимаю, что самое главное было требование, кроме поста премьера, еще пост министра внутренних дел. Видимо, для госпожи Стрихи или для Юроши. Это для чего? Ну, это была такая конструкция, что под Стрите – это министерство внутренних дел, где их интересует не просто уголовный розыск, а интересует экономическая полиция. Объединить ее вместе с финансовой полицией и таможенной полицией. Понятно. Три вот эти экономический весь блок объединить, плюс под контроль через премьера взять КНАП. И полиция безопасности. Вот все эти вместе взятые, они образуют такой кулак, где КНАП бьет по политическим противникам. А этот экономический блок обеспечивает безнаказанную, во-первых, контрабанду, где заинтересован, так насколько я вот, говорят в этих кругах, Юрош. Вместе со Стрите они давно прикрывают, вот, как говорят, трамваи в Риге, в Энсфулсе, контрабандистов. И они сейчас очень взбешены, что они отошли от возможности через оперативные дела, оперативные следствия прикрывать контрабанду. И потому им нужна вот эта вся силовая структура финансовой полиции, экономической полиции, таможенной полиции, полиции безопасности и КНАП вместе взятые. – Это же ужас какой-то. – Бизнес? Называется бизнесом. Как, ну, они как политики, они являются, как раньше были эти самые организованные преступные группы, которые прикрывали, как бы, низы. – Как раньше говорили, крышевали. – Это крыша, они крыша вот всей, значит, этой мафиозной структуры, а там, там, это сотни миллионов евро в год дохода. Представляете, есть за что бороться, правильно? – А избиратели считали, что они вот за новые силы голосуют против борьбы, против коррупции как раз. – Ну, чем-то надо прикрываться законностью, борьба с коррупцией, борьба, там, олигархами, надо чем-то прикрываться просто нерасширенными предложениями. – Да. Ну, вот вас, как руководителя самоуправления, наверное, беспокоит, я думаю, не только вас. Вот то, что вот из-за того, что невозможно договориться, политики не могут дуриться по правительству, видимо, не успеют в этом году принять бюджет на следующий год. Что дальше будет? Что будет делать Венспирская дума? – Нет, ну, у нас, для нас это не проблема. Для нас это не проблема, слава богу. – Пока законы не изменили, самоуправление может решать вопросы своего бюджета, как считает нужным. – Пока. – Правда, правда, да. Мы должны подходить очень осторожно, потому что эти бешеные могут прийти действительно к власти, и деньги от самоуправления отобрать, их растратить на какие-то свои утопические обещания. В результате такого действия придется закрывать детские сады, школы, больницы, не убирать мусор. – То есть, и такой сценарий может быть? – Ну, вполне, а им-то что? А им-то что? А у них ни одного самоуправления-то нет? – Нет. – Ну, все. – Значит, все остальные политические силы будут плохо работать, потому что их депутаты работают в самоуправлениях, а депутаты, борданцы и компании, они же не у власти, им как бы не за что, нет перед кем отчитываться. Будут виноваты в самоуправлении. Мэр города, например, Ленбергс. Все очень просто. – То есть, можно просто с помощью закона взять и переделить средства вот таким вот образом? – Да, можно, да, в принципе, теоретически это возможно. И я думаю, их такая вседозволенность, как они подходят, с этим надо, ну, так реально считаться. – Что касается во второй партии КПВ ЛВ, вот там, я так понимаю, что Борденс уже сошел с дистанцией, ну, не исключено, что вот предложат формировать правительство господину Гобземсу. Ну, вот для вас это тоже такая темная лошадка, или? – Ну, для меня это действительно тоже, и для всех, я думаю, достаточно темная лошадка. Но сегодня говорить, что нас ожидает, трудно сказать, потому что, во-первых, Борденс не назван. Второе, что он предложит, когда он, если он будет назван. – Гобземс, да. – Гобземс, да, извиняюсь, Гобземс. Ну, так что, сейчас просто критиковать, как бы, преждевременно, да, ну, надо подождать. Хотя, целый ряд их предложений, я не скажу, что я считаю их взвешенными, да. Но бывает, что на выборы выставляется одна пропаганда, а когда надо реальные дела отвечать, тогда люди приземляются на землю и начинают говорить, ну, так, более взвешенно и с расчетами. Ну, так что надо подождать. – Ну, вот интересно, вот, вроде бы понятно, что если шесть партий создают коалицию, ну, к примеру, да, включая зеленых крестьян, то, с одной стороны, вроде бы кажется, что это более стабильно. Но кто-то может сказать, что, вы знаете, вот делить пирог власти на шесть – это как-то уж очень много. Как вы считаете? – Ну, я считаю, вообще-то шесть – это много, честно скажу. Я думаю, что это ничего хорошего нет. – То есть, тяжело согласовывают. – Там в такой ситуации слишком много власти у премьера, потому что он может в любой момент шантажировать своих компаньонов по правящей коалиции. Но это зависит от личности во многом премьер. Ну, пока эти личности, как в этом качестве, трудно оценить. – Ну, вот после выборов уже Аугуст Бригманис, руководитель фракции «Союзоверных крестьян». – Он бывший руководитель. – Бывший руководитель, да. Ну, он сказал, что вот, не послушаясь мы в свое время нашего коллегу по объединению Айвара Лэмбокса, и допустили целый ряд ошибок предвыборной кампании, и не только, и вот результат. – Ну, я так помню, что вы до выборов тоже уже говорили, да, какие могут быть ошибки. Но вы ожидали, что столь будут, ну, не очень хорошие результаты у «Союзоверных крестьян»? – Ну, я всегда обращал внимание, что эта предвыборная кампания будет особой для «Союза зеленых крестьян», поскольку первый раз «Союзоверных крестьян» идет на выборы в качестве руководителя правительства. Правда, господин Кучинский не ходит в «Союз зеленых крестьян», он Леповская партия. Это не одно и то же, но они компаньоны по договору. Ну, вот, ну и главная проблема, что фактически правительство работало само по себе, «Союз зеленых крестьян» существовал сам по себе, и одни не знали, что, «Союз зеленых крестьян», не знали, что собирается делать правительство, как делать, и довольно часто было так, что ставится постфактум. Ну, я всегда считал своим долгом дать расчеты, прогноз, чем это то или иное подготовленное решение может закончиться, что хорошо, что плохо, но люди заболели звездной болезнью. Ну, да, и мне кажется, что и ложенки, чемпионы хороших дел, это было чересчем, мне кажется, да? Ну, чемпионы себя не называют чемпионами, они говорят другие, да. Да, да, я впервые слышу такое, тем более политики чемпионы я таких не встречал, только избиратели определяют чемпионов, вот. Да, и, к сожалению, вот такая. Но это не значит, что «Союз зеленых крестьян» как-то распадется, как вы прогнозируете? Ну, пока таких признаков нет. По составу депутатов, я думаю, сильный состав, хоть немного, 11, но сильный, достаточно опытный. Я думаю, при здравом смысле премьера, ему такие партнеры были бы выгодны. Ну, в принципе, я так понимаю, что можно работать и в оппозиции. Тут тоже ничего страшного не было. Ну, конечно, в 2011 году, когда Азатлал сделал переворот государственный. А вы считаете, что все-таки переворот? Да, это был переворот, потому что пропаганда, которая была в основе, что произошел с такими результатами референдума, это была ложь, сплошная ложь, большая ложь, супербольшая ложь. И было обманут избирателей, было обманут и граждане Латвии. И если политический результат добывается ложью, то это соизмеримо с ложью, которая шел на выборы Адуль Гитлер, с ложью, которой шли другие диктаторы или будущие диктаторы. Но, правда, заодно это не совсем получилось в конечном итоге, как вы знаете. Да. Ну, вот перед тем, как мы перейдем к венспортским делам, все-таки, если мы говорим о сегодняшнем президенте, ему не позавидуешь. Нелегкая у него сейчас ситуация, у господина Вейниса. Особых вариантов не так много с этими кандидатами премьеры. Вы не исключаете возможность распуска парламента и досрочных выборов? Или господин Вейнис по пути за трассу не пойдет, как вам кажется? Ну, ситуация сейчас совсем другая. Да. В 2010 году две фракции образовали легко правящее большинство и работали стабильно. Хотя, конечно, с дискуссиями, что нормально для демократического государства, но работали стабильно. А сейчас же до коалиции далеко. Я думаю, что президент должен называть или Гобземса, или Пабрикса, или Зилла, например, был кандидатом премьеры от националов. Ему никто не запрещает выдвигать в кандидатуры премьеры и в партии не входящего человека, но, может быть, видного деятеля в Латвии, который мог бы иметь авторитет среди населения и среди партий, до вопроса о неочередных выборах. Но я думаю, это должно пройти 3-4-5-6 месяцев, когда полная патовая ситуация, когда правительство реально не работает, парламент тоже толком не может работать. То есть, эта ситуация, она должна созреть. Она сейчас, прошло после выборов, ну что там прошло, 5 недель, из этого делать какой-то, что это катаклизм, это глупости, конечно. И беспартийный кандидат, вы не очень верите, что будет ситуация, как в 95-м году, когда вот президент тогда Гунте Сулманис назвал беспартийного Щелы? Ну, у Щелы был не просто Андрис Щелы, он все-таки имел через так называемую ваннерскую группу очень сильные позиции во всех государственных структурах, включая политические партии. Сейчас такого человека найти, ну, я думаю, ну, я так сразу даже не назову. Не назову. Ну, это в руках президента, он потому и президент, чтобы такую ситуацию рулить. Возвращаясь к городу Венспилсу, как сейчас Венспилс живет? Я знаю, что, к примеру, вот Олимпийский центр, который многие посещают, даже не жители Венспилса, он развивается, я так понимаю, что есть планы и строительство, по-моему, нового бассейна, там очень много планов, может быть, вот о нем. Ну, Олимпийский центр Венспилс был первый Олимпийский центр в Латвии, мы были начинателями. Еще в Анчириге, да. Да, образовали в 1994 году мы образовали такое. Тогда это даже сложно было себе представить, да, такой объект. Да, да, конечно, что это, ну, образуется такая мощная инфраструктура, спортивная, тогда это не снилось никому и нигде, и сейчас она по своему степенью развития может конкурировать с любым западным городом такого масштаба. Одновременно, вы правильно сказали, сейчас проводится эскизный проект, разрабатывается, есть победитель и технического проекта на строительство нового 50-метрового с 8 дорожками бассейна, которых можно переделить, и будет 16-25-метровые, плюс небольшая гостиница, и главное, там входит в этот комплекс рехабилитационный центр, где можно реабилитации пройти любые, а с акцентом на спортсменов. Мы рассчитываем на то, что мы сможем... Восстанавливать этих людей, да? Восстанавливать, и это будет международный центр. Одновременно развивается рехабилитационный центр нашей больницы, и они будут сотрудничать в этом деле. То есть, там идет параллельное тоже развитие? Да, ну и, конечно, мы сейчас начнем работу над тем, у нас есть сейчас плавательный бассейн 25-метровый, правда, небольшой, его надо будет переделывать, наверное, на развитие водяных аттракционов, поскольку он рядом, через стекло есть аттракцион под закрытым, ну, под крышей водяной. Ну, и сейчас вот мы в этом году закончим тренировочную базу для BMX, зимнюю базу, нигде в Латвии такой нет. Так что это... Тоже перспективный вид спорта, да. Перспективный, большими заслугами. Штромберг, как вы знаете, только ушел на пенсию, если можно сказать, как спортсмен. Вот, и традиции в Латвии большие, и мы надеемся, что там будут трениваться спортсмены, но не только в Энсполс, но и из других городов Латвии, и из-за границы. Одновременно там решается проблема, ну, не проблема, а улучшается спортивная инфраструктура для тройс средней школы. Вот. Так что наш олимпийский центр будет продолжать развиваться. Вот что касается Венсполса, я так понимаю, что по-прежнему создаются новые производства, да, вот этот вот свой индустриальный пак развивается в Энсполсе. Да, да, конечно. Ну, я назову такой факт, который малоизвестен. Сегодня Венсполс является центром автомобилестроения Латвии. Мы на первом месте в автомобилестроении. Я думаю, радиосустры бы не сказали. Это загадка нет. Центр транспорта – хорошо, но не центр автомобилестроения. Мы обошли Лепою, Елгаву, Ригу, Дагопилс, да, всех, которые были когда-то большими центром автомобилестроения. Это за счет того, что производятся какие-то узлы для автомобилей, да? Ну, нет. У нас на первом месте среди компаний Латвии автомобилестроения – это Бухарь-муниципал, который делает в готовом виде уже коммунальные машины для всего мира. Ну, я бы сказал, приводит такой пример. Они поставляли не так давно 600 машин коммунальные, которые чистят город, да, такими в Риге тоже, наверное, есть, 600 для Москвы. Да, и там сейчас работает… Прямо из Венсполса собирали. Из Венсполса, да, почти 400 человек. Они начали свои первые шаги в Венсполсе 11 лет назад. То есть, они очень довольны сотрудничеством. Да, они перенесли свои производства из Великобритании и Швейцарии. И в Латвии переходят их поставщики. И не в Венсполсе, не только в Венсполсе, но и в Латвии. Да, это такой действительно очень хороший пример. Ну, одновременно в первую десятку автомобилестроительных предприятий, в первую десятку, входит три из Венсполса. Три. Да. Вот. И сейчас мы готовы технические проекты строить три новые промышленные здания, где будут новые производства, промышленные производства. Уже известно, что будут, да? Да, уже известно, заканчивается техническое проектирование. И в этом году первое мы уже начнем строить. Так что будущее Венсполса – это индустрия и развитие информационно-коммуникационных технологий этой отрасли. Нет технологий, а этой отрасли Венсполса. У нас есть принята стратегия. Сейчас в этой отрасли ИКТ работает уже более 500 человек. Мы хотели, чтобы через года три-четыре там работало тысяча человек. Мы для этого принимаем целый ряд мер, начиная с инфраструктуры, которую мы уже построили, чтобы она была интернационально подключена вся с большими мощностями. Ну и сейчас привлечение людского ресурса и других территорий. То есть это то, что фактически самоуправление помогает инвесторам с инфраструктурой? Мы помогаем квартирами, мы сделали инфраструктуру, и мы создаем очень хорошие прецеденты, когда мы доказываем, что мы лучше других. Потому что, понимаете, программист ему, знаете, перейти где-то жить и работать ему не обязательно, правильно? Он может сидеть дома, но не в погребе в Риге, а где-то и спокойно эту работу делать. Но там нужна и коллективная работа. Но это такая очень, мы на этом делаем большой упор. Ну и то, что у нас не было. Автомобилестроение, металлообработка, электроника. У нас не было никогда. Вот эти такие совсем-совсем новые отрасли, которые образовались за последние 10 лет. Ну не значит ли это, что фактически нет будущего упорта в Энспирс? Нет, мы так не считаем. Наоборот, мы вкладываем деньги, чтобы поддерживать и развивать инфраструктуру. Но сейчас порт интегрируется с индустрией вместе. Это раз. Второе. Мы стараемся сохранить позиции в Энспурского порта. Пока они в рамках 20 миллионов тонн есть. Но мы понимаем, что Россия сделает все возможное и от них зависящее, чтобы грузы от России и на Россию через страны Балтии не шли. Чтобы эти услуги оказывали терминалы портов России. То есть вы думаете, что все равно к этому все придет? Ну, Россия все время это ставит как свою политическую задачу. Они сейчас довольно строго к этому придерживаются. Правда, ситуация смягчает, знаете, беда. Беда большого конфликта между Россией и Украиной, как вы знаете. Там есть обоюдные большие ограничения. И это в результате сейчас дало большой приток каменного угля на терминалы Латвии, в том числе и особенно Риги. Риги, да. Да, ну и что-то дополнительное есть и для Энспурса. Вот вы уже упомянули Россию. Я помню, что несколько месяцев назад вы были очень пессимистически настроены. И вы говорили, что не видите вы света в конце туннеля. Что вся эта санкционная война прекратится. Но в подтверждении ваших слов мы видим, что, к сожалению, ситуация только ухудшается. Да, вот противостояние Соединенных Штатов и России только усиливается. Да, да. Ну, это геоперическая борьба, которая была всегда, всегда. Это как бы по законам развития цивилизации, когда большие игроки всегда стараются укрепить свои позиции на международной ирине. Экономические в том числе. Чтобы обеспечить свою экономическую выгоду. Сегодня такие большие глобальные игроки, несомненно, доминируют в Соединенных Штатов Америки. Евросоюз, он раздроблен пока. Но если вот Евросоюз пойдет, и главный критерий в мои глаза будет, будет ли создана единая армия Европы. Если Европа пойдет на этом пути, то Евросоюз образуется окончательно как глобальный игрок. Не только экономический, но и геополитический. Сегодня они, ну, и есть, и во многих вопросах их там толком нет. С ними не считается Евросоюзом. По глобальным вопросам они как бы иногда узнают последние. Ну, Россия, конечно, но он, я считаю, не глобальный, а локальный, региональный. Хотя регион большой, Евразия, но все-таки это несравнимо с Соединенным Штатом Америки. Ну, и Китай. Главная, головная боль у Соединенных Штатов Америки. Это даже не Россия, а Китай. Да, это не Россия, а Китай, несомненно. Так что мы сейчас видим большие геополитические процессы. И самое плохое то, что мы находимся в эпицентре, можно сказать, географическом эпицентре этого противостояния Соединенных Штатов Америки и России. Вот, и это, конечно, дает определенное беспокойствие, и оно является обоснованным. И я тоже, мне эта ситуация явно не нравится. Ситуация, которая была лет пять назад, была значительно более такая. Чем вот это вот одни войска приводят, другие увеличивают. Да, это никогда, это нехорошим не может привести. Правда, сдерживающим является то, что ни один из этих противостоящих сторон не имеет убедительного перевеса в окончательных силах, термоядерных силах. Но вот пока это какой-то равновес соглашается, баланс, это воздерживает от каких-то поспешных и необдуманных шагов. Ой, вот такой последний вопрос. Возвращаясь в Энспилс, я так понимаю, что есть определенные планы развития инфраструктуры и так далее на следующий год, да, вот, общее видение, да, вот, города. Ну, мы сейчас работаем над, ну, такими, несколько очень важными проектами. Первый, я уже сказал, уже упомянул, это плавательный бассейн, реабилитационный центр. Второй, который мы сдадим торжественную эксплуатацию 19-го, 25-го июля 2019-го года. Даже уже дата известна. Известна, потому что в этот день эсминец в Великобритании привез солдат независимой Латвии в Энспилс, где до этого была власть еще немцев. Да, историческая дата. Это столетие независимой Латы и Великобритании, да, вот. Это, конечно, вот, новое здание средней музыкальной школы и концертного зала. Одновременно мы работаем над большим проектом, чтобы в зимний период был детский городок, ну, под крышей, когда там может тусоваться семья, маленькие, большие. Это бывших помещений используется в портовых мастерских, ну, и новые здания. Вот это такой третий. Четвертый – это радикальная реновация музея рыболовства и рыбоводства, который сейчас под открытым небом, там и большое здание, она будет существенно реновирована. Это связано и с туризмом. Ну, и плюс промышленные здания, развитие инфраструктуры для индустриальной развития Венспилса и КТ. Ну, вот эти такие главные ближайшие большие этапы развития Венспилса, ну, и плюс большие вложения в развитие инфраструктуры, связанную с портом и индустриальной зоной порта. Все равно же там постоянно нужны инвестиции. Да, конечно. Мы должны конкурировать. Никто же не спит, наши конкуренты не спят. Не спят. Не в Латвии. Не за пределами. Не за пределами, да. Айван Ленбокс у нас был в студии, мэр Венспилса. Большое спасибо. Спасибо. До свидания.